Библейский портал экзегет.ру представляет Добрый день! Меня зовут священник Григорий Геронимус. Мы записываем это видео для библейского портала экзегет. И сегодня мы читаем 14 главу второй Маковейской книги. Читаем в замечательном переводе под редакцией Брагинской и Шмайна Великановой. Итак, мы помним, что Иуда Маковей организовал сопротивление по отношению к селевкидской власти, был успешен, потому что Господь ему помогал, потому что опирался он не на силу, оружие, не на многочисленные полки, не на какие-то политические или военные расчеты, а опирался он прежде всего на верность отеческим законам, на верность Богу, его заповедям. И он знал, что в этом его сила. Так он настраивал и своих воинов, и действительно с этим он побеждал. И вот три года относительное перемирие, относительное спокойствие, но, конечно, не окончательное. И вот 14 глава второй Маковейской книги рассказывает о том, как развивались события. По прошествии трех лет в окружении Иуда стало известно, что сын селевка, Деметрий, с многочисленным войском вошел на кораблях через гавань Триполиса, захватил страну, расправившись с Сен-Сиохом и его опекуном Лисием. Сама селевкидская держава живет неспокойно. Постоянно возникают новые претенденты на престол властителя селевкидской державы. И вот был у власти Антиох пятый, сын Антиоха Епифана четвертого, и он свергнут. Он вместе со своим воспитателем Лисием оказывается не свергнут, убит, и новый властитель воцаряется над этой державой. Это Деметрий. И вот тогда некий Алким, уже бывший первосвященником, но добровольно осквернивший себя во времена размежевания, смекнув, что ему неоткуда ждать спасения, а священного жертвенника ему больше не видать, около 151 года пришел к царю Деметрию, преподнес ему золотой венок, пальмовую ветвь, а кроме того ветви оливы из храма, как велит обычай. Алким, один из нечестивцев, который, вообще говоря, был первосвященником, но заботился не о сохранении веры, не о богослужении, не о благолепии и красоте храма. Он заботился о личной выгоде, о личной корысти. И вот в этой связи он был отстранен от священного служения. Почему? Потому что в те годы, когда селевкиды окончательно поработили и захватили Иерусалим, он оказался, как бы сейчас сказали, коллаборационистом. Он очень во многом предал веру своих отцов. И вот поэтому, когда Илуда освободил Иерусалим, освободил храм, Алким уже не мог быть первосвященником. И вот тут, когда сменился тот, кто сидит на троне селевкидском, вместо Антиоха V пришел Деметрий, Алким понял, что это его шанс. Он отправился к Деметрию с богатыми подарками, не просто с дорогими вещами, а с теми, которые символизируют именно признание царской власти. Пальмовый век, золотой венок, все это показывает, что Алким как бы преклонялся перед новым царем селевкидским Деметрием, именно как перед царем. И вот он хитро поступал. В тот день, когда он пришел, он помалкивал, а для своего безумного замысла улучшил благоприятное время, когда Деметрий позвал его на совет. И на вопрос, в каком расположении духа и настроения находятся иудеи, Алким отвечал. Он не стал сразу заявлять, я пришел для того, чтобы ты меня снова сделал первосвященником, поставил владыка над Израилем. Он пытался более тонко играть. Вот поначалу он ничего не говорил, просто принес дорогие подарки. Потом, когда его пригласили на некоторое собрание при Деметрии выступить, он стал говорить. «Среди иудеев есть прозываемые Осидеями, верховодят ими Иуда Маковий. Эти не желают прекращать войну и бунтуют, не давая царству достичь покоя и благоденствия. Вот почему, лишившись чести моих предков, я имею в виду первосвященства, пришел я сегодня сюда, прежде всего искренне беспокоясь о том, что по праву причитается царю, а кроме того, с мыслью о своих согражданах. Ведь безрассудство тех, о ком я сказал, наносит немагу ущерб всему нашему народу. Обо всем этом ты, царь, теперь осведомлен. Позаботься же и о стране, и о нашем отовсюду честимом народе, как то свойственно твоему для всех открытого человека любви. Потому что пока здесь Иуда, миру в государстве не бывать». Вот с таким коварным, клеветническим наветом выступил этот Алким. Цель его, конечно, была только одна – достичь свержения Иуды того порядка, который завел Иуда, и вновь стать первосвященником в Иерусалимском храме. Стоило ему это сказать, как прочие друзья царя, враждебные Иуде, и всему, что с ним связано, еще больше распалили Деметрия. Татчас вызвал он Никанора, бывшего до этого слононачальником, и, назначив его правителем Иудея, отправил в путь с такими приказами самого Иуду уничтожить, сообщников его разогнать, а Окима поставить первосвященником. Величайшего храма. Тут язычники из Иудеи, бежавшие от Иуды, стали толпами стекаться к Никанору, надеясь, что несчастье и беды иудеев обернуться для них благоденствием. Вот новый поход собирается на Израиль, на Иерусалим. Оким, предатель, собрав вокруг себя вот еще таких же тоже предателей от Иудеев, которые стали язычниками, как здесь прямо говорится, инициирует новый поход на Иуду. Задача ставится уничтожить Иуду, разогнать его сообщников, а самого Окима сделать первосвященником, подчиненным Деметрию, селевкидскому царю. Во главе этого нового похода становится Никанор, слононачальник, то есть тот, кто руководил действиями боевых слонов. Это очень большая, высокая должность слоны. Особое место занимали в селевкидской армии. И вот, услышав о походе Никанора, ионатийских язычников, иудеи посыпали горы землей, стали молиться тому, кто до века сотворил свой народ и всегда являлся, чтобы защитить свой надел. Но по приказу своего предводителя они без примедления снимаются с места и сходятся с неприятелем усиления Дессау. И вот это очень характерная опять фраза. Вот что стали делать евреи, иудеи, услышав о том, что идет такой новый поход на Израиль, идет Никанор со своим войском. Может быть, они стали собирать сразу сильную армию, вооружаться. Нет, прежде всего они стали посыпать голову землей, стали молиться тому, кто до века сотворил свой народ и всегда являлся, чтобы защитить свой надел. Вот в этом силы Израиля. Прежде всего защищаются они, обращаясь к Богу, Вседержителю. Очень интересная схова здесь сказана о том, что народ Божий сотворен, оказывается, до века. То есть еще прежде того, как мир начал развиваться во времени, прежде века, оказывается, вот по представлениям автора Второй Макавайской книги уже было какое-то предсуществование народа Божия. Ну, если понимать вот народ Божий как церковь, то есть как сообщество всех людей, собранных ради Бога. Вот был Ветхий Израиль, сейчас мы живем в Новом Израиле. Новый Израиль — это церковь Христова. И есть у некоторых богословов действительно вот подобное рассуждение, что в каком-то смысле церковь была создана прежде веков. Вот некоторое собрание ради Бога, оно было задумано еще до творения мира. И здесь вот еще до Новой Заветной эпохи уже вот такая мысль тоже есть, что Израиль сотворен прежде века. Тут Симеон, брат Иуда, встретился с Неконором, но из-за неожиданного молчания противников постепенно пришел в замешательство. Тем не менее, зная о том, каким мужеством и каким самообладанием в сражениях за Отечество наделены люди Иуды, Неконор не осмелился решать это дело кровопролитием, поэтому он пасхал Посейдония, Феодота и Мататию для заключения мира. Вот возникают взаимоотношения некие с этим Неконором, иудеи пытаются вступить с ним в дипломатический контакт, но Неконор отказывается отвечать на все предложения иудеев. Долго совещались об этом, и предводитель доложил народу. Оказалось, что все согласны на заключение договора. Назначили день, когда им предстояло встретиться, наедине, в назначенном месте, и с той, с другой стороны, выехали колесницы, поставили престола. В удобных местах иуде расположил на готове вооруженных людей, чтобы не допустить какой-нибудь неожиданной вражеской вывозки. И переговоры они завершили миром. Со второй попытки удается все-таки договориться о мире с Неконором, что не будет он начинать военных действий. Некоторое время Неконор провел в Иерусалиме и ничего худого не сделал. Зато оттаскал прочь с тех шестья отовсюду толпы народу. А вот иуду он не отпускал от себя ни на шаг, чувствуя расположение к этому человеку. Неконор убедил его жениться и нарожать детей. Иуда женился, обрел покой и зажал обычной жизнью. Но Алким, видя их взаимное расположение и памятая, что между ними заключен договор, пришел к Деметрию и заговорил о том, что Неконор враждебен государству. Дескать, он прочит ему в преемнике Иуду, который вынашивает государственную измену. Царь же пришел в бешенство и подстрекаемый клевето этого мерзавца в письме Неконору заявил, что подобные договоры ему совсем не по вкусу и приказал немедленно в оковах отправить Маковея в Антиохию. То есть Иуде удалось договориться с Неконором, но это совсем не нужно Алкиму, который начинал все это движение, и это, в общем-то, не нужно царю Деметрию. Им нужна поверженная Иудея, им нужен поверженный Иуда Маковий, им нужно, Алкиму нужно, так сказать, стать предводителем Иерусалима и получить должность первосвященника. И вовсе не миром нужен. Поэтому подстрекаемый вновь Алкимом Деметрий велит продолжать войну. Узнав об этом, Неконор пришел в замешательство. Его угнетало, что ему предстоит отменить собственное распоряжение, хотя Иуда ничего не нарушил. Но поскольку перечить царю было невозможно, он стал выжидать удобного случая, чтобы исполнить это обманным путем. Поэтому не хотел Неконор вновь ссориться с Иудой, но дело было нечего. Он военный человек, подчиненный, у него есть начальство, и он вынужден смиряться с теми указами, которые он получает. Однако Маковий заметил, что Неконор стал обходиться с ним строже, и обычное приветствие сменило на менее любезное. Он догадался, что такая строгость не к добру, и, собрав немало число своих соратников, скрылся от Неконора, поняв, что тот ловко его перехитрил, Неконор пришел в величайший святой храм, когда священники приносили установленные жертвы и приказал им выдать этого человека. Они клятвенно заявили, что не знают, где находится тот, кого он ищет. Тогда Неконор, протянув правую руку к храму, поклялся так, «Если не выдадите мне Иуду в оковах, я эту ограду Бога сравняю с землей, жертвенник разрушу до основания, поставлю здесь великолепный храм Дионису». И с этим исковым он удалился, а священники, простярая руки к небу, стали просить всегдашнего заступника нашего народа, говоря так, «Ты Господь всего, коему ни в чем нет нужды. Ты соизволил, чтобы храм Твоего обитания находился у нас. И вот теперь Ты святой, всякого освящения Господя, сохрани навеки чистым этот дом, недавно избавленный от скверны». Никанор приходит в храм, требует, чтобы ему выдали личную Иуду Маковию, но священники, совершавшие там службу, отказываются это делать. Никанор уходит, они молятся Богу о сохранении храма. «Между тем, Никанору указали на некого Разиса из Иерусалимских старейшин, который любил сокраждан, был им весьма почитаем, и из любви к нему прозван отцом Иудеев. В прежние времена размежевания он был усужден за приверженность Иудейства, совсем пылом готов был отдать Иудейство и душу тела. И вот Никанор, желая выказать свою враждебность к Иудеям, пасхал более 500 воинов, чтобы взять Разиса. Он решил, что, схватив Разиса, нанесет им этим удар. И вот, когда толпы уже должны были овладеть крепостью, и ломились ворота во двор, и кричали, чтобы несли огня, поджигали ворота, Разиса, окруженный со всех сторон, бросился на меч, предпочитая доблестно умереть, но не попасть в руки негодяев, не подбернув свое достоинство гнусному надругачеству. Однако из-за боя, кипевшего кругом, он поторопился, кипевшего кругом, простите, он поторопился, и удар оказался неточен, а толпы тем временем уже врывались в ворота. И тогда Разис смело вбежал на стену, храбро бросился с нее прямо в гущу народу. Толпа Тача же раступилась, образовалось пустое пространство, и он угодил как раз Фердзину. Еще живой и объятый пламени гнева, он поднесся на ноги, несмотря на христавшую кровь и страшные мучения от ран. Он побежал, рассекая толпу, и встал на какой-то ответственной скале. Уже полностью обескровленный, он вырвал у себя внутренности, взяв их обеими руками, бросил в толпу, а затем призвал владыку жизни и духа, возвратись их ему. Вот как он скончался. Вот таким страшным случаем оканчивается 14 глава 2 Макавейской книги. Описывается некий человек, разис, который совершил такой вот страшный поступок, подобное самоубийство, но в данном случае, скорее, это ближе даже и к мученичеству, хотя он здесь не называется мучеником, потому что он покончил с собой не из-за того, что смерть ему была тошна, он был с чем-то не справлялся, чего-то боялся, он покончил с собой, чтобы остаться верным закону, не приступить его ни в чем и не впасть в руки вот этих язычников, требовавших от него отвержения от закона. Такой вот неоднозначный, очень трагический случай. И этим заканчивается 14 глава 2 Макавейской книги, которую мы читали в переводе Брагинской, Шмайна-Великановой для библейского портала «Экзегет». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова